Добрый день! Сегодня суббота, я собираюсь ехать в город. Дело в том, что у меня завтра день рождения, и мне нужно купить некоторые продукты для праздничного стола. Еще мне нужно заехать, пришел заказ постельного белья, обязательно вам в конце видео покажу распаковку. И в этом же, наверное, видео покажу вам, что я готовила, какие салаты я приготовила, ну, как бы свой праздничный стол. Время сейчас 10 часов. Честно сказать, я хотела выйти пораньше, я хотела выйти 2 часов в 9. Ну, потому что, в принципе, все магазины у нас открываются, ну, какие с 9, какие с 10, редко какие открываются с 8. Вот, поэтому я решила, хотела выйти в 9, как раз пока туда-сюда бы я покупила, все бы уже магазины были открыты. Ну, ладно, еду на час позже, в общем, подольше поспала. Вчера я ходила на выборы, выборы, как известно, 3 дня, вчера был первый день. Я, конечно, считаю, что лучше ходить в последний, но так как сегодня у меня такой хлопотный день, завтра тем более, то я вчера после работы заехала на выборы и проголосовала. Голосование у нас проходит в клубе. В общем, я пойду. Обработали мне руки, померили температуру, дали вот эти вот перчатки, предложили маску, но у меня была маска своя, в принципе, мне не нужно. И вот ручку дали, то есть вход с одной стороны, это вот отсюда. А выход, вот, видите, с другой стороны выход, ну, то есть, чтобы как бы не перемешивались потоки. Вот, я считаю, что ходить на выборы обязательно, независимо от вашей политической позиции. А политическую по своей позиции, хоть какую-то, иметь обязательно нужно. Потому что говорить, что мы вне политики, это неправильно, потому что мы все все равно в политике. Еду на Вовиной машине, потому что, как я вам уже говорила, мы с ним делаем рокировку. Когда он приезжает, он ездит на моей машине на рыбалку. Ну, в общем-то, он твоя, моя у нас семья, у нас, как бы, в семье две машины. На этой машине Вова едет в Москву, так как она более экономичная по бензину. А на машине, которая, условно, как говорится, моя, я езжу, когда его нет, ну и на ней легко ездить на рыбалку, скажем так. Ну что, ребят, первая наша точка, новый рынок, магнит семейный, короче. Пойдем покупать. У меня есть некоторые, ну, для нас экзотические ингредиенты. Посмотрим. Хотелось бы, конечно, купить по максимуму в одном магазине, чтобы не ходить, знаете, не рыться там, не искать по всем. Но я знаю, что то, что нет в магните, скорее всего, будет. У нас тут есть старый тоже такой супермаркет местного предпринимателя, Люлькинский мы его называем. Прогрессом, по-моему, называется. Он находится там, вот, на бугровке. В общем, думаю, что если чего здесь не будет, наверное, там будет все-таки. Так, обязательно беру маску, потому что в хорошем раз без маски даже не то, что на кассе, а на прилавке не отпустили мясо. У нас вот там вот есть палатка, где можно купить практически все специи. И вот сейчас, в частности, купила я семена чиа, семена льна и кунжут. Вот оцените, чиа за 100 рублей какой объем. Семена льна и кунжут. Кунжут вообще 50 рублей, вот такой большой объем. Обычно, когда покупаешь, там вообще масенький пакетик, а стоит дорого. Так что вот в этой палаточке всем рекомендую. Охранник возбудил моя камера. Сразу прям пошел за мной смотреть, что я делаю. Так вот, хочу вот такие тоже салфетки взять, они по акции. Купил мясо. Это буду делать ушки мясные. И на всякий случай купил вырезку. Потому что у меня есть один салат, на который я могу не найти все ингредиенты. Как запасной вариант, у меня есть еще один салат. Поэтому вот взяла вырезку на него. Так, ребята, мне нужно такие два ингредиента. Это рукола. Вот, здесь вот смотрите, прям полюгатый, конечно, ассортимент. Но руколы как раз таки я не вижу. Чего ток нет, но ток ничем не надо. Так, и нужен соус тартар. И соус тартар нет. Посмотрите, здесь авокадо мне тоже нужно, но я посмотрела. Авокадо это не такой редкий. Здесь киви голд. Потом вот такие вот всякие кумкват. Черника. Имбирь. Что еще здесь из необычного? Вот. Тамаринт. Потом вот эти физалис. Ой, батюшки мои. Физалис, кокос. В общем, ну все есть. Лайм, пожалуйста. А вот потом вот это вот. Петахай. Ну блин, ну все есть, нет руколы. Ну как так? Мало того, есть, пожалуйста, салат румен. Я, правда, никогда его не пользовалась. Шпинат. Простой салат. Но нет руколы. У меня, знаете, сторонник, если я что-то не пробовал, твердо придерживаться сначала рецептуры. Так, соус тартар может быть теоретически здесь. С майонезом. Сэндвич соус, лук со сметаной, с грибами, баварский, сливочно-чесночный, туру-туру, сырный, бургер. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Не вижу. Так, ну что, в этом магазине все, что возможно, я купила. Купила простой майонез, но он тоже нужен. Вот такие вот салфеточки. Они были по акции. Просто салфетки. И вот такие макарошки. Давно я схотела попробовать. Они не так уж часто встречаются. Ну, вот такую вот формочку хотела купить. Ребята, не знаю, как вы, а я хожу вот с такими списками. Потому что если я иду без списка, я обязательно что-то забуду. Раньше я списки писала на бумаге или в блокнотике, а сейчас вот так хлеб отмечаем куплено. Люблю вот эту дорогу. Такая она какая-то приятная, уютная. Сегодня встретила уже массу свадеб. Сегодня, наверное, какой-то свадебный день. Вот, смотрите. Ну, это такая богатая свадьба. До этого ехали совсем такие деревенские. Так, а я иду в правильную корзину. Там довольно-таки вкусная курочка. Смотрите, ребята, сколько народу приехало в светофор. Смотрите, и на Тойотах, и на каких только не ездят. Вроде бы бич-магазин называют все. Но, однако, я вообще всех-всех-всех и довольно-таки состоятельных людей здесь вижу. Кто, как говорится, хорошо зарабатывает. Все любят экономить. Ну, действительно, в светофоре, конечно, много всякого брофора. Ну, и есть такие вещи, которые, в общем-то, продаются и в других магазинах, в нормальных, обычных магазинах. Но по более привлекательной цене. Почему бы не сэкономить, если можно сэкономить? Так вот здесь все выглядит. В общем-то, я хочу купить только грибы, шампиньоны. Здесь они довольно-таки приличные, хорошие и по нормальной цене. Но, раз уж я сюда пришла, пройду, посмотрю. Так, возьму мыло-дуру. Помню, в 90-е годы у нас в Узбекистане очень, как вот, продавалось оно. В общем, все покупали. Оно и в отдельных был упаковочках. Возьму, поностальгирую. Тем более, цена приятная, 44 рубля. Как раз грибов-то и нет. Но, тем не менее, я все равно купила кашу и сыр. Зачем зашла, того и не было. Что я купила в светофоре? Вот такой сыр Вилола. Ну, в общем-то, он и в обычных магазинах. Здесь 134 рубля стоил. Мне нравится. Утром на хлебушек очень даже вкусно. Ну, я уже показывала мыло. Так, еще я купила кашу Дружба и пшено. Оно такое в пакетиках. Стоимость вообще бюджетная. В общем, 34,29. Ну, короче, около 30 рублей. В общем-то, я не часто варю такие каши. Ну, как раз в пакетике будет самое то, так, на порцию сварить. Красота. В общем, взяла. И взяла вот такой вот Дружба, 94 рубля. Он вот так вот расставляется. Я так полагаю, что он будет удобно вот так вот на мойку ставиться. И здесь будет хорошо мыть овощи, там, например, ягоды или что-то в этом роде. Ну, да, там зелень. Удобно так поставить и двумя руками мыть. Я не знаю, горячее можно в него откидывать или нет. Ну, плюс 95, минус 25. Ну, наверное, можно вылить в него кипяток. Ну, макароны сюда, конечно, не очень удобно, наверное, откидывать. Я думаю, все-таки это больше вот именно для овощей. Вот. Ну, короче, купила. Не все купила, а время уже 12 часов. Ну, что ж, поедем с вами сейчас на Бугровку. На Бугровке там много магазинов всяких. Я думаю, там я все должна купить. А мне ведь еще убираться и готовить. В общем, день сегодня самотушный. Что за бельем заехать? Я сейчас на Бугровке. Вот здесь раньше был ночной клуб и ресторан. Сейчас, видимо, пандемию разорился и открыли пятерку. Ни разу не была в этой пятерке. Сейчас пойду посмотрю. Вот так все выглядит. Так, пойдемте сразу соусы посмотрим. Я уже вижу соус тартар кальва. 93 рубля. Ну, что, надо брать. Здесь достаточно много всякой выпечки. И у нас хвалят выпечку на работе. Так, еще беру авокадо и лимон. Богословенная пятерка. Рука у найдена. Ну, что могу сказать. Пятерочка мне порадовала. Большая, просторная. Ассортимент богатый. Ну, пока, во всяком случае. Ну, она, конечно, только открылась. Так, вот вам для сравнения. Вот сыр президент. Ну, а он приблизительно всегда в одной цене с биовой. 189 рублей. Мы на работу обычно, ну, так, что не отмечаем. Там, с колбасой, с виной и с домино. Мы приносим просто что-то сладкое. В основном, обычно, торты. Но, так как у меня день рождения и воскресенье, сейчас торт покупать как-то уже, ну, во-первых, мне его уложить сейчас будет некуда. Потому что холодильник будет забит. А во-вторых, ну, как-то он уже будет не очень свежий в понедельник. Поэтому я, наверное, куплю просто конфеты разные. Супермаркет, про который я вам говорила, который у меня был как запасной вариант, он, в нем достаточно большой ассортимент. Хотя и пятерочка меня сейчас порадовала. А вот тортар-то как раз-таки и нету здесь. Представляете, какая история? А я бы на этот магазин возлагала надежды. Здесь мне нравится ассортимент конфет. Здесь есть конфеты, которые редко встречаются в сетевых магазинах. Например, вот такие. Например, вот такие конфеты. Они очень вкусные. Но почему-то в сетевых магазинах я их не встречаю. Короче, беру обратно свои слова про этот магазин. Просто отвратительно обслушивание. Здесь должен быть продавец. Продавца нет. Номера, который, например, конфеты, его вообще здесь нет. Я его не вижу здесь. Здесь нажимаешь, лента не выходит. Просто какой-то триндец. Столько времени потеряла в этом магазине. Ну, правда, извинились. Это неудобство. Хотела вам показать, что в светофоре все-таки выгоднее покупать. Вот тоже мыло дуру. 77 рублей. А мы с вами купили за 49, что ли. Ну, как-то так. В фикс-прессе купила вот такие сменные блоки. Очень сейчас нужная вещь. Как раз сезон начинается, когда на верхней одежде будут видно всякие ворсинки, волосики и все такое. Ну, может, дома где-то и был один, потому что я покупала. Ну, что-то с утра не нашла. Думаю, все равно вещь нужная. Куплю. Так, ну, все, ребята. Все вроде я по списку купила. Так что салат будет тот, который я запланировала. Вот. Сейчас поеду за бельем за постельным. Покажу вам очень страшную дорогу. На бугровке. Вот. И... А, еще остался мне только головку салатного лука купить. Ну, это сейчас по дороге снова заеду в семейный магнит. Многие говорят, что вон, ходишь по магазинам, типа это неинтересно. Знаете, а я люблю такие видео смотреть. Например, недавно подсела на одного блогера, но не буду его называть. Вот. У него по 500 тысяч просмотров на каждом видео. А видео тоже такие вот. по магазинам. Каждодневная рутина. Так что я люблю это смотреть. Думаю, что найдутся те, кто тоже любит. У нас здесь светофор наконец-то появился. Ну, он, конечно, не прямо сейчас, а вот, наверное. Но зато нормально машинам ездить. А тут вечно было такое, что постоянно люди ходят и постоянно здесь очереди из машин. И сейчас все справедливо. Помните, я в прошлый раз говорила про качество строительства? Вот этот магазин. Он построен на моей памяти. И смотрите, перекладывают снова плитку в очередной раз. Насколько качественно делают. Что разваливается буквально через пару лет. Честно признаться, я уже подустала. И время уже без 22. А мне еще столько дела сделать. Ну, да ладно, что же делать. Все-таки 45 лет мне будет. Ладно. В общем, сейчас я еще должна за бельем. Сейчас я знаю, где это находится, но сейчас уточню по карте, как мне отсюда проехать. То, что обычно я ехала немножко с другого места. Сейчас поедем. Находится это на АЗМР, автозаводской микрорайон. Строился он как раз для работников Скопинского автогрегатного завода в свое время. Вот. И сейчас я вам тоже покажу, где я там, помню, ехала. Зимой еще ехала. Я там ехала на десятки. Это просто дикий ужас, как там ехать. Так, давайте я вам покажу живописные дворики АЗМР. Машинок здесь полно. А дорог не очень. Вот, ребята, дорога. Вот, посмотрите, это вот нормально вообще? А плиты с арматуриной торчат кругом. Это вообще жесть жестокая. Ехать и плакать. Вот, посмотрите. Видите? Все арматурины, оголены. Это вообще нормально вот так вот ездить? Вот, смотрите. Это вообще вот так вот нормально ездить. Вот, посмотрите. Везде, то есть, дорога сделана из плит. Я не знаю, может, как временное решение. Может быть, другого не было. И здесь вот такие вот торчат кругом штыри. Сейчас я вам еще покажу. Ехать и плакать здесь. Вот такие вот штыри. Вот такие вот штыри. Нашему мэру не стыдно за такие вот дороги. Просто культурных слов нет на такие дороги. Так, смотрите, ребята, сколько всего. Ну, это не мое. И там еще. А это вот мое. Сейчас у нас приедем будет с вами распаковочка. Сейчас еще в машине покажу. Это тоже. Ну, тут не только мое. Мое, мамина, Настина. А это... Это еще одной женщины, которая раньше с нами работала. Ну, хотел вам сказать, дорога, конечно, здесь говно ужасное. Ужасное. Ну, зато, смотрите, прям вот туда дальше уже лес. Красота. Сейчас все эти вещи мне еще нужно завести своей коллеге. Ну, то есть, вот эти и там еще в коробке. и тогда уже домой. Еду такая... Думаю, блин, а что-то я забыла? И что же вы думаете? Забыла перепелиные яйца? Ну, как же без перепелинок и яиц? Вот. Хорошо, пятерку еще не проехала. Захожу в пятерку, ну, захожу где-то... Ну, обычные куриные яйца. Нету перепелинок. Думаю, блин, видела я где-то в пятерке. А они, в общем, находятся где майонез, вот такие вот, в общем, все приблуды. Вот. Так что я купила. Ну, надеюсь, на этом все. Не знаю, как я их в список почему-то свой не записала. Вот так. А время, тем не менее, уже 34 минуты пятого. Ну, что приехала я домой. Вот такая огромная коробка, которую мы с вами будем обозревать. Заказала я опять это традиционно на сайте постель-текс. Это никакая не реклама. Мне постель-текс зеро платят за рекламу. Просто советую вам на самом деле, потому что сама покупаю уже много раз. Тут не все покупки мои, но давайте по порядку. Значит, заказали. Моя мама заказала две вот такие вот простыни. А рисунки, сразу говорю, там выбрать нельзя. Именно вот на простынях. Когда заказываешь там вот все в разнобой, там подзеяльники, простыни выбрать невозможно. Наверное, вот этот рисунок моей маме не сильно понравится. Давайте я его немножечко открою. Ну, хотя не знаю, она, конечно, наверное, больше любит светлое. Ну, в общем, что пришло, то пришло. Выбрать там никакой возможности нет. Я себе тоже заказывала. У меня тоже пришли не а из какие рисунки. Потом я вам еще на кровати это растелю, покажу. Второй рисунок с фламинго. Это, наверное, моей маме понравится больше. Значит, простыня. Так, какой тут размер? Евро. Европростыня. Поплин. Это поплин. Заказываю поплин. Почему? Потому что соотношение цены, качество больше всего мне нравится в поплине. Бязь для меня слишком грубая, сатин очень дорогой, а вот поплин самое то. Хочу сразу сказать, что бязь, что поплин, что сатин, они все, это хб, отличаются плетением. Так, две простыни. Простыни у нас идут по 515 рублей. То есть вот европростыня стоит 515 рублей. Для сравнения, хочу сказать, недавно была ярмарка в Рязани, и моя мама Настя заказала там, ну, правда, сатина, наволочки. Так вот, одна наволочка стоила 416 рублей сатина. Да, конечно, это вроде сатин или поплин, но тем не менее, все-таки наволочкой простынь, я думаю, это все-таки, ну, как бы, имеет разницу. Так, давайте следующее. Следующий комплект, причем я хочу вам сказать, сейчас они стали делать вот в таких коробочках, то есть такую коробочку подарить очень даже неплохо. Это уже сатин. Это заказала Настя. Тут такой необычный принт, хищный. Она мне разрешила распаковать и показать вам. Конечно, я думаю, что я потом, не знаю, назад запакую или нет. Ну, сатин, конечно, он такой более гладкий. Ничего не скажешь. Так. Ну, что я сейчас сделаю распаковку, я, наверное, вам на кровати еще потом покажу это все. Пока буду просто складывать. Так, этот комплект я заказала себе. Вот так он выглядит на упаковке. это поплин. Заказала себе и маме точно такой же, хотя маме изначально был рисунок другой. Но из-за того, что не было на сайте той расцветки, которую я заказала маме, я сказала, ну, давай точно такой же, как мне. Ну, в принципе, какая разница. Маме я не буду вообще распаковывать, потому что смысла нет два одинаковых распаковывать, а свой я вам сейчас распакую и покажу. Так, что следующее я заказала для себя. У меня в зале диван. Он белый, ну, такой сам по себе белый, и у меня плед лежал на нем белый. Но этого пледа не хватало, чтобы он, вернее, как, его хватает в сложенном виде, хватает, чтобы спинку тоже этим пледом накрыть. Но очень часто мы его держим разложенный низ, потому что все хотят лежать, но у меня он угловой, вот, и хочется все ножки вытянуть на диванчике, поэтому, получается, на спинку у меня уже пледа не хватает. Поэтому я вот заказала еще плед, плед Белсофт, заказала евро и заказала самые толстые, там есть потоньше, и заказала самые толстые. так, сейчас я его тоже вытащу, мы с вами сейчас на диване все посмотрим. И еще заказала в себе покрывало на постель. Почему я его заказала? У меня, в принципе, нормально покрывало, но летом мне почему-то хотелось, чтобы, вот оно у меня такое вот, типа, как этого пледа, такое пушистое, а мне хотелось такого, чтобы оно было как вот, ну, простой ткани, потому что летом хочется, не хочется лишнего тепла, вот, и я заказала вот такое вот, оно пользуется там популярностью, вот такое покрывало, называется оно изгибы, вот, думаю, как завитушки, не завитушки, называлось оно изгибы. Оно было в двух расцветках, вот у меня такая вот, более коричневая, было еще в светлую, я вообще-то хотела светлую, так как планировала его именно на лето, но так как тоже не было расцветки, ну, у меня обои, в принципе, они нравятся, в основном, пускай будет такое. В общем, сейчас мы с вами, я все буду стелить на постель и все вам покажу, сейчас немножко сменим ракурс. Итак, давайте начнем с покрывала. Оно такое, внутри у него, ну, какой-то синтепончик или что-то, вот такое вот покрывало, очень приятное, я вам хочу сказать. вот так оно выглядит, мне нравится, короче говоря. Такая простынь, одна, простынь вообще из комплектов всегда выходит первыми, из строя, они утончаются, протираются, поэтому пододеяльники бывают с наволочками еще нормальные, а простынь уже все, поэтому просто дело востребованное. Так, и вот такая, хотя, знаете, ничего такое разверной, такой неплохой рисунчик. плед. У него нет какого-то особого принта, немножко вниз, как будто бы неровно подстрижен. Не очень он плотный, не очень он толстый, вот этот покрывал, он у меня такой двойной, то есть с этой стороны и с этой, то плед он одинарный. Да, с этим, конечно, отличается. Вот такой расцветки. Я тоже думала, он немножко темнее будет, но думала, что вот эти полосы более черные, на сайте они казались более черными. Таким же принтом наволочки. Наволочки, правда, там в основном вот такие, 70 на 70. Есть комплекты, где наволочки есть и 70 на 70 и на европодушке, но вот в этом варианте не было. И простынь, такая леопардовая. Мой комплект. простынь уже другого качества. Это более такая, знаете, как шелк. Это иния. Вот такая вот простынь. Такие же наволочки. Вот с такими вителями. Поддеяльники. с одной стороны они такие же, как простынь, а я думаю, с лицевой стороны они вот с таким вот, с такой вот расцветкой. Салат тартар, гнездо, салат гнездо глухаря. Тем временем на улице разыгралась непогода, стало очень холодно, пошел дождь, был очень сильный ветер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!